МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Круглая дата Саровскому медицинскому колледжу исполнилось 60 лет. Праздник усатых любимцев. 1 марта, Всемирный день кошек. Февромарт, двойной отрыв. В молодежном центре саровские студенты соревновались в креативе, творчестве и смекалке. Далее расскажем обо всем подробно. В 1962 году приказом министра здравоохранения от 1 марта при медсанотделе открыли дневное медицинское училище с ежегодным набором 50 человек. Так началась летопись кузницы медицинских кадров закрытого города. Сегодня колледж отмечает свое 60-летие. Дарья Погребенко отрабатывает алгоритм введения внутривенного лекарственного средства пациенту. В кабинете технологии оказания медицинских услуг студенты на практике изучают работу аппаратной и процедурной медсестры. Тренируются делать инъекции, ухаживать за больным. Дарья учится в колледже уже третий год и настолько сильно прикипела душой к этому месту, что называет его вторым домом. Очень быстро освоилась, очень быстро привыкла, потому что, опять же, доброжелательные отношения преподавателей, группы и в целом такая домашняя атмосфера, я бы сказала. То есть действительно приятно и хочется сюда приходить, и на учебу хочется приходить, несмотря на то, что иногда бывает сложно, от больших объемов информации, от все-таки достаточно сложного обучения в плане медицины. Но хочется приходить сюда снова и снова. Помимо лекций и семинаров, ребята вовлечены и в общественную деятельность. Колледж дает учащимся дополнительные возможности для развития. В нем есть студенческое объединение ВИТО, активисты которого принимают участие в городских мероприятиях. Не остаются ребята и в стороне от добрых дел. Многие состоят в волонтерском отраде МИК, которое расшифровывается как «милосердие и гуманизм». В период пандемии мы приходили в поликлиники и занимались волонтерской деятельностью. Она заключалась в том, что мы сидели в регистратуре, отвечали на звонки, также занимались медицинской документацией. Помимо этого, мы помогали людям, сидящим на карантине. То есть наши студенты разносили продукты, когда еще невозможно было выходить, и карантин был дольше. Первый день весны для Саровского медицинского колледжа – дата особая. В 1959 году по инициативе Владимира Кузьмичева в нашем городе была организована трехгодичная вечерняя медицинская школа. Тогда медсанотдел испытывал острую нужду в средних медицинских кадрах. Занятия в школе врачи вели на общественных началах. В 1962 году приказом министра здравоохранения от 1 марта при медсанотделе было открыто дневное медицинское училище с ежегодным набором 50 человек. Так началась летопись этого уникального места закрытого города. За время нашего существования мы подготовили более 7 тысяч специалистов, медиков по специальности сестринское дело и лечебное дело. Наши специалисты, наши выпускники трудятся как в клинической больнице 50, так и за пределами нашего города возглавляют ФМБА России, то есть заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Владимировна Якулева. Это тоже наши выпускницы. В связи с эпид-обстановкой большинство юбилейных мероприятий медицинского колледжа проходит в формате онлайн. В соцсетях проводят виртуальную историческую экскурсию медучилища «Летопись поколений» по воспоминаниям выпускников, преподавателей, сотрудников и всех, кто имел отношение к медицинскому колледжу. Свои воспоминания о кузнице медицинских кадров закрытого города можно направить заместителю директора по воспитательной работе Ксении Козловой на электронную почту ksenia.kozlowa.79-mail.ru Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов Служба новостей, Саров, 24 Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз граждан РФ из Европы домой. Авиакомпании России готовы выполнить обязательства и вернуть пассажиров на родину при гибком подходе авиавластей стран, закрывших воздушное пространство для России. При этом, как сообщил ТАСС, источник на туроператорском рынке прорабатывается возвращение в нашу страну как организованных, так и самостоятельных туристов из стран, закрывших небо для российских самолетов. В совместном заявлении Росавиации и Ростуризма отмечается, что необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник МИД России». Также списки граждан, которым необходимо попасть домой, формируются по телефонам горячей круглосуточной линии МИД плюс семь четыреста девяносто пять шестьсот девяносто пять сорок пять сорок пять. Горячая линия Ростуризма восемь восемь восемьсот двести тридцать четыре одиннадцать. Она работает с восьми утра до двадцати часов по московскому времени. С первого марта в работе поликлиник произошел ряд изменений. Все поликлиники возвращаются к обычному графику приема пациентов. Стоматологическая поликлиника возобновляет оказание плановой помощи. Для переполевших COVID-19 вновь открыта запись на углубленную диспансеризацию. Записаться можно на портале пациента. Кроме того, с 9 марта возобновляет работу дневной стационар. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом и утвердил новые эпид-рекомендации. Они предусматривают только обязательное ношение масок в помещениях и усиленную дезинфекцию. По данным ведомства, 97% заражения сейчас протекают как ОРВИ или бессимптомно. В связи с этим ведомство рекомендует отменить социальную дистанцию и ограничения по заполняемости помещений в кинотеатрах, концертных залах и заведениях общепита. Мошенники выманивают деньги под предлогом сохранения сбережения от санкций. Злоумышленники стали убеждать граждан, что их деньги оказались под угрозой из-за санкций, которые вели ЕС и США против российских банков, и предлагать спасти их вклады. Также аферисты обещают помочь сохранить деньги после отключения России от SWIFT. Для этого надо всего лишь перевести деньги на другие, более безопасные счета. Известно, что такие заманчивые предложения уже получили несколько сотен клиентов, как минимум десятка финансово-кредитных организаций России. И, как предполагают эксперты, это только начало. Способ защиты от таких заманчивых предложений остается прежним – прервать разговор и перезвонить в свой банк. Масштабная программа восстановления храмов разработана в Нижегородской области. Об этом сообщает «Рамблер». Как рассказал митрополит Нижегородский, Арзамаск Георгий, средства на эти цели планируют выделить в том числе и с госбюджета. Помощь в решении этого вопроса обещал оказать губернатор Глеб Никитин. По словам главы Нижегородской митрополии, за последние годы в регионе уже удалось восстановить множество храмов. При этом есть еще около 300 разрушенных и законсервированных объектов. На некоторых из них работы начнутся в этом году. Дату проверки системы оповещения населения в Нижегородской области перенесли. Об этом сообщает Министерство Российской Федерации по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Проведение комплексных проверок готовности системы оповещения населения с запуском электросирен, с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, радиоканалов, запланированным на 2 марта 2022 года, переносят. О сроке проведения сообщим дополнительно, оговорится в сообщении ведомства. Несмотря на то, что наступила календарная весна, солнце и тепла соровчане пока могут не ждать. По прогнозам синоптиков, первая неделя марта принесет с собой хмурую погоду, осадки и похолодание до минус 10 градусов. Кошка – один из самых древних спутников человека. Существует много праздников в честь усатых любимцев. Один из них отмечают 1 марта. Главная цель Всемирного дня кошек – привлечь внимание к проблеме безнадзорных животных. Подробности далее. Почти полгода в нашем городе работает первый частный официальный приют для кошек «Мордом». Волонтеры не только подбирают животных, кормят и убирают за ними. Каждой кошке обеспечивают все необходимое лечение, вакцинируют, стерилизуют, приучают к рукам и адаптируют к жизни с человеком. Сейчас приют полностью заполнен. В нем живут 53 питомца, еще 40 на карантине на передержках. И конца этого потока выброшенных животных не видно. Это нужно объяснять людям, то, что необходимо стерилизовать своих животных, своих, вот на улице, допустим, подобрали кошечку, ну, соберитесь там домом, я не знаю, там, подъездом, чтобы на эту кошечку просто стерилизовать, и все. По обычной стерилизации гораздо просто в разы уменьшит количество бездомных животных на улице. У каждой кошки в мордоме своя печальная история. Встречаются животные, ставшие жертвой бесконтрольного скрещивания. Например, у веслоухой юки генетическое заболевание, деформировано суставы, из-за этого она испытывает постоянную боль. Есть животные, которых сдали из-за аллергии у хозяев. Но подавляющее большинство кошек попали сюда с улиц, огородов и подвалов. У многих проблемы со здоровьем, которые волонтеры всеми силами пытаются решить. На Силкина мужчина в нетрезвом состоянии их по осени выбрасывал из окна. Вот у нас было их пять кошек. Вот Вика. В результате побдения у нее выпала прямая кишка. Ей делали очень дорогую операцию. Мы сейчас едим специальный корм, но лоскушек каких свет не видывал. Своим питомцем волонтеры активно ищут хозяев, размещают посты в соцсетях, проводят экскурсии в мордом для школы детских садов, чтобы воспитывать в детях ответственные отношения к бездомным животным. Я в этом приюте уже второй раз. Я люблю приют Мордом, потому что тут есть прикольные кошечки. Особенно этот пирожок. И здесь есть много кошек, которые очень ласковые и любят поиграть. Мордом живет в основном на пожертвования неравнодушных горожан. Приюту всегда нужны корма, в том числе и специализированные. Когтеточки, лежаки, клетки, ветеринарные препараты. Коту с астмой Никосу, например, требуется спейсер для ингаляции. Все это можно принести в приют на железнодорожную 9, строение 7. Предварительно договорившись по телефону 8-908-762-09-51 и 3-79-51. Также всегда нужны волонтеры, хотя бы для того, чтобы просто пообщаться с животными и помочь им социализироваться. Екатерина Опенова, Андрей Махмутов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Февромарт «Двойной отрыв» для саровских студентов провели конкурсную программу, посвященную двум праздничным датам – Дню защитника Отечества и Международному женскому празднику. Конкурсы для ребят подготовила ивент-команда Молодежного центра. Подробности далее. В Молодежном центре для активных студентов прошла яркая конкурсная программа «Февромарт. Двойной отрыв». Почему же мероприятие так называется? В феврале отмечаем мужской праздник, а март – женский. Поэтому все задания были связаны с этими датами. Сегодня у нас будет проходить мероприятие «Февромарт». Оно посвящено для наших саровских студентов, чтобы они могли отдохнуть, отвлечься от своих занятий повседневных. Оно будет состоять из пяти туров, в которых будут различные конкурсы, посвященные современным занятиям молодежи. Организаторы веселья – ивент-команда Молодежного центра. Эта инициативная группа подготовила различные задания. Например, участницы угадывали инструменты, а участники – элементы гардероба девушки. Также студенты снимали тиктоки, короткие видео под трендовую музыку, повторяли движения и танцевали. А еще угадывали факты биографии популярных российских артистов. И танцевальные, и творческие, и вопросы были. Мы на них отвечали, наша команда сплотилась. Мы познакомились друг с другом, потому что в нашей команде были представители и второго, и первого курса. Ребята действительно смогли оторваться, посмеяться, подружески пообщаться. В итоге победила команда Саровского политехнического техникума. А медицинский колледж и две команды от Саровского физико-технического института стали призерами. Мы провели хорошо время, друг друга узнали побольше, все над другом посмеялись. Наша команда одержала победу, мы этому очень рады. Благодаря ивент-команде конец зимы для студентов прошел незабываемо. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Воспитанники детской школы искусств покорили жюри всероссийского конкурса пианистов. Павел Минеев занял второе, а Анастасия Измайлова первое место. Подробности расскажем далее. Новые награды детской школы искусств на первом всероссийском конкурсе пианистов через черник звездам юные саровчане Павел Минеев и Анастасия Измайлова взяли второе и первые места в своих возрастных категориях. Конкурс, организованный Сокольской школой искусств, проходил дистанционно. В нем приняли участие почти 300 пианистов в возрасте от 7 до 15 лет со всей страны. Конкурс был посвящен 230-летию австрийского композитора, педагога, пианиста Карла Черни. Он написал огромное количество этюдов, на которых вот уже 200 лет растут и совершенствуют свою технику юные пианисты. Поэтому конкурс получился чисто технический. Павел Минеев представлял Саров в младшей взрастной категории, а Анастасия Измайлова в средней. Павел играет на фортепиано только год. Через черник звездам стал его первым конкурсом и сразу принес второе место. Мальчик готовился 3 месяца. Говорит, было сложно держать темп, но с задачей Павел справился. Буду играть, когда мне плохо, чтобы успокоиться, например, для удовольствия. Анастасия играет на фортепиано уже 5 лет. Она активно участвует в различных конкурсах и занимает призовые места. На первом всероссийском конкурсе пианистов «Через черник звездам» девочка взяла первое место. Готовилась к выступлению она больше полугода. Ну, я хочу сказать, что сейчас ей очень нравится этим заниматься. Вот. У нее внутри ну, какая-то вот такая глубокая любовь к музыке и к искусству. Я думаю, что эта любовь перерастет потом в что-то, на меня что-то большее. Скорее всего, она может сделать музыку своей профессией. Ребята уже готовятся к следующим конкурсам. Впереди у них шестой всероссийский конкурс юных пианистов детских школ искусств городов присутствия госкорпорации «Росатом». Пройдет он дистанционно в городе Заречный с 21 по 25 марта. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»